АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые жители города Сызрани, на территории нашего старинного любимого города находится губернатор Самарской области Меркушкин Николай Иванович. Давайте предоставим ему слово. Спасибо, уважаемые. Куда ударение ставить? Потому что вчера я с Сызранцей сказал, мне талятинцы поправили. Нет, по-другому. Правильно, Сызранцы? Правильно. Хорошо. Но, по крайней мере, по стране Сызранцев знает, как Сызранцы. Я не первый раз в Сызране за вот этим 11 месяцев работы в Самарской области. Уже практически основные предприятия, ну и частично социальная сфера, были посещены, я ознакомился, мы были на Сызранском нефтепереватывающем заводе, когда там был юбилей этого завода, смотрели новую площадку, смотрели территорию, очень хорошо сделанную, аккуратно, все чисто, и производство новое, очень впечатляет. Мы были сегодня вот у вертолетчиков, потому что как только я приехал, одна из проблем по Сызране, которая появилась, это ликвидация вертолетного училища, и были просьбы, и обращались официальные власти, и люди обращались, и в прессе эта тема звучала, и в блогах звучала, и я на том этапе еще летом со старым министром дважды встречался, Сердюковым, и в принципе тогда еще он принял решение сохранить, а сейчас уже то, что сегодня мы видели, новый министр обороны ставит задачу там вообще очень масштабную, если раньше принималось там по 250 человек, там 10-15 лет назад в вертолетное училище, там прошлый год там, по-моему, 26 или 36 человек, совсем мало, то сейчас ставится задача 600 человек на первый курс принимать и делать крупное военное училище, конечно, в принципе для города Сызране это большой плюс, это дополнительные рабочие места, учебные заведения, молодые люди, военизированное, скажем, военизированное подразделение, это всегда в любую ситуацию, особенно когда чрезвычайная ситуация, если еще что-то иметь под боком, такое подразделение, это всегда плюс. Ну, понятно, что надо 600 человек каждый год вкомплектовать, но мне я порадовался тому, что вот один класс мы начали там поднимать, я спросил, кто из Сызрани, и ни один практически не поднял руку. Говорят, получилось там трое из Саратова, из Омска, из Новосибирска, там из Краснодара, в общем, ну и так далее, и так далее. Если он так будет формироваться, то есть формироваться еще извне значительно, значительной части, хоть сейчас на первый курс сегодня 100 заявлений есть уже от сызранских выпускников, вот, ну, я думаю так, 100-150, это вот там может быть норма, а остальные могли бы и приехать, обучались здесь, но рабочие места, люди, преподаватели военные жили здесь и, скажем, приносили пользу городу, области, ну и в итоге, естественно, стране. Мы были на тяжмаши, мы были на пластике, смотрели на тяжмаши, как идет модернизация, были на пластике, посмотрели там, на Кристе, наверное, это новое производство под автоваз. Мы были в центре, смотрели, в центре города тогда летом, в общем, побывали мы дважды в этом зале, были у учителей, так совпало тогда, день учителя, когда мы были на нефтеперватывающем заводе, и мы не могли мимо проехать, заехали, поздравили учителей. Вот это было, наверное, когда открывали эту станцию новую еще, ТЭЦ Сызранский в тот день. Значит, были здесь учителей, с учителями встречались, вот, ну и 70-летие отмечалось тоже завода. Одним словом, так уже вроде бы почти знакомы, хоть чем не дальше, тем глубже вникаешь в проблемы. И до этого, и сегодня я вижу, что проблем очень много, проблем разных. Конечно, много вопросов, которые достаточно оказались, знаете, запущенными, в силу ряда причин, и в силу того, что, может быть, и местная власть не в той мере эффективно работала, в силу того, может быть, что в Сызрань не было тех финансовых вложений, вливаний, которые, может быть, заслуживает город. Ну и в силу того, конечно, что Сызрань в том числе зависит, как и Самарская область, очень сильно зависит бюджет Самарской области от цены на нефть. И вот те последние годы, пять лет последних годов, это годы кризиса. И многие планы, которые планировались, естественно, они тоже полностью не могли реализоваться. И в этом тоже причина, и тут надо, я думаю, объективно и вам, и нам это оценивать. Вот, ну, тем не менее, мы живем в окружающем мире, и в том числе сегодня нам лекцию читала молодая женщина, которая переехала сюда из Нижнекамска, такую очень, скажем, с одной стороны, может быть, убедительную, с другой стороны, может быть, и не очень приятную, и с такой, со злостью определенной, что почему здесь всего того, к чему она привыкла там, где она жила, в Нижнекамске, почему нет этого здесь? Потом переехавший из Выборга полковник или подполковник Сызранский, вот, в последнее время переехал сюда, тоже с такой, может быть, болью, со злостью, такой особой, может, злостью, говорил о том, что почему он в Выборге видел вот одно, а здесь он видит одну грязь везде, повсюду, что как будто бы свалка сплошная в город. Это его слова, хочу сказать, что я вас не обидел, говорят, я привожу его слова. Да, говорят, я задал встречный ему вопрос, встречный, он задал этот вопрос мне, я задал ему, в общем, ответил вам в какой-то мере вопросом на вопрос, а вы, как считаете, вы приехали, уже живете, жили в Сызране, родились в Сызране, почему так? Вот, потому, для чего я задал этот вопрос, потому что, в том числе, то, о чем он сказал, это, конечно, вопрос власти прежде всего, конечно, местной власти прежде всего, но это и вопрос общей культуры людей, это желание самих людей жить в чистоте, в порядке, в уюте, и в уютном, в комфортном городе, и он же говорил, ведь все это видят дети, подрастающие поколения, в каких условиях они растут, и какова у них будет культура в последующем, к чему мы их приучим, или он будет приучен жить в одних условиях, что будет знать, что курить нежелательно, если курит, то окурочек надо бросить в урну, айтурн вообще нет в городе, некуда бросать там, ну и так далее, и так далее. И, конечно, он абсолютно прав, потому что, какую мы создадим атмосферу внешнюю, общегородскую, от этого очень многое будет зависеть в будущем, как будут жить здесь дети, внуки, а по большому счету будут ли жить здесь дети, внуки, потому что если не будет тех условий, которые создаются в других местах, где есть и комфорт, где чисто, где есть все условия, учиться в нормальных школах, воспитываться там в дошкольных учреждениях, в детских садиках нормальных, где все есть для того, чтобы с детского возраста получать соответствующую подготовку, необходимую для такого возраста детей, чтобы можно было любым видом спорта заниматься, и доступны были спортивные сооружения, чтобы эти спортивные сооружения были современные, не те, которые были 30-40 лет назад построены, где грязь, где надо по тем же гаревым, гаревым, так называемым, не гаревым, а обычным дорожкам, условно, бегать или ходить, там, в футбольное поле, где уже трава давно-давно, 10 лет как травы не растет или растет где-то только пятнами, сейчас уже на такие спортивные сооружения, на такие площадки детей привлечь, когда они видят совсем другое, и по телевидению, и очень сложно, надо создавать современные условия, и вот если многих-многих вот из этих составляющих, чем живет человек, не будет, конечно, не только ущербное будет воспитание, но и в принципе встанет вопрос, выберет он дальше город местом для будущего жительства или нет. И, к сожалению, если как бы сложное было время в стране эти 20 лет, тем Сызрань потерял определенная, ну, скажем, часть населения. Были годы, вот Сызрань даже немножко рос, и сейчас рождаемость увеличивается, это в плюс. Но структура населения у Сызрань не такова, что у нас здесь в городе очень много людей пожилого возраста, процент высок, хоть и рождаемость увеличивается, но эта рождаемость все равно не та. Не та для того, чтобы иметь в последующем столько же населения, как сегодня, надо, чтобы средняя продолжительность жизни сегодняшний родившийся прожил здесь 95 лет, то тогда мы будем иметь тоже население, и никто, условно, не уехал отсюда, а все вот там 2000 с небольшим родившихся надо вот умножить на 95, как раз получится те 180-187 тысяч населения, которое сегодня проживает в Сызране. Поэтому, конечно, должна рождаемость дальше увеличиваться, но нам нужно сделать все, чтобы создать необходимые условия для того, чтобы и рождаемость увеличивалась, самое главное создать условия, нормальные условия для жизни. Конечно, мы планировали встречу по месту жительства. Мы видели там два хороших очень дома, там управляющие компании, которые готовы были рассказать, как они хорошо работают и, наверное, точно хорошо работают. У нас там перекрыли народ, народ перекрыл и высказывал свои беды, свое видение, свое отношение к тому, что сегодня происходит в городе. Ну, я еще раз, вот Виктор Викторович сказал, конечно, здесь явно просматривает, что нет такого предметного контакта власти и людей. К сожалению, что касается жилищного коммунального хозяйства, это не только беда Сызране, а в целом области. Мы очень сильно перегнули в сторону рыночных отношений в этой области. А если кто отслеживает, что происходит в том числе сегодня в стране, сейчас в стране та же Единая Россия внесла поправку в закон ЖКХ, где хотят вернуть систему ЖКХ в государственную собственность. Хочу сказать, пока это проект, проект, он обсуждается сейчас, но кто-то, видимо, из тех, кто этим занимается, он знает об этом. Там есть много противников, считают, что вот только рыночные условия, что частный бизнес более эффективен, чем государство, и они в этой области будут работать более эффективно. Там предусматривается, вот в этом законопроекте, в проекте, еще раз хочу сказать, это же пока не принятый закон, предусматривается, что можно давать в управление частной компанией, если это на самом деле частная компания эффективная, очень хорошо, профессионально может на этом участке работать, и она будет эту работу делать лучше, чем способна делать условно власть местной. Если это не делается, то власть может в любой момент поставить этот вопрос. Сегодня закон таков, что люди один на один оставлены с управляющими компаниями, и власть как бы оказалась в стороне. И вот для меня это стало, когда я приехал не только в Сызрань, многим удивлением, и более того, даже уже проработав там полгода, там 8 месяцев на встречах в городах, в крупных городах, даже в Тольятти, когда я слышу, что ну это же вопрос управляющей компанией, там условно ТСЖ или ТОСа, хоть в законе о реформированном ЖКХ власти там тоже место было определено. Власть должна была всегда быть рядом, как бы третьей стороной. И если где-то одна из сторон делает не так, власть должна была стать на сторону того или другого. И более того, власть обязана была обязательно обучить людей, которые объединяются в товариществах собственников жилья, обучить правильно пользоваться своими правами. Это обязательные условия законодательства. И когда сегодня я задавал вопросы достаточно активным людям, которые встречались и грамотным, и чувствуют там, имеют опыт большой работы, не простых людей, может быть даже в управленческой работе, они до сих пор не представляют, что такое ТСЖ. Что ТСЖ только для новых домов, а для старых домов что за ТСЖ? Какой может быть ТСЖ для старого дома? И я, наоборот, задавал вопрос. В старые дома идут ремонты. Вы платите деньги за ремонт. Там делаются одно, второе, третье, потому что в новом доме только идет чисто обслуживание. А в старых домах работы намного больше. И денег тратится и людей, и государства намного больше. За эти пять или шесть даже лет более пятисот, почти шестьсот миллиардов рублей только государство направило на эти цели, на капитальный ремонт домов, где люди живут. И вот если люди не понимают, что надо было в том числе им самим, вместе с властью контролировать качество ремонта, какие деньги, сколько денег, как они осваиваются, это предусматривалось абсолютно сегодня, предусмотрено одним из главных условий закона. И это должно было бы обеспечить власть. То есть вот другую сторону. Бывает иногда, бывает иногда, может быть и люди, ТСЖ там условно, извините меня, там качает свои права сверх мерой, тогда власть может объяснить, что вот, что можно, что нельзя. То есть может быть оказаться в некоторых случаях и на стороне управляющей компании. Могут быть и в жизни такие случаи. Но мы видим 99 или 95 процентов случаев, где оказываются люди в ущербе в итоге. Поэтому вот такая позиция в области, в том числе Сызрани, что это дело самих людей и тех управляющих компаний, это, конечно, неправильно. И мы будем очень жестко дальше требовать, очень жестко требовать от местных органов власти, чтобы они этим занимались. Будем контролировать. Здесь вот сейчас на всех встречах практически присутствуют представители правительства, в том числе зампредправительства, ведущие вопросы ЖКХ, энергетики, крайне, Сергей Александрович. И постоянно мы, контактируемые, постоянно говорю, программу шаг за шагом мы должны в этом вопросе наводить порядок. Да, это дело муниципалитетов по закону, но раз так сложилось, в том числе областная власть должна очень жесткую позицию здесь занять. Очень жесткую. Почему я об этом говорю? Я цифры уже называл, в Тольятти называл на встрече. В ЖКХ у нас обращается, в жилищно-коммунальном хозяйстве области обращается более 36 миллиардов рублей денег в общей сложности. То есть платежи людей, платежи организаций и так далее, это огромные деньги. Большая часть этих денег как раз это люди, платят люди. И если здесь не будет порядка, то есть если здесь будет бесхозяйственность, если здесь будет там утекать, протекать чисто из бесхозяйственности, плюс еще будет воровство самого различного рода, конечно, никакими бюджетными деньгами эти дыры закрыть будет невозможно. Потому что если мы наведем здесь порядок, и если даже на 20% мы сэкономим эти затраты за счет того, что будут сети нормальные, за счет того, что подаваться вода будет правильно, за счет того, что кран не будет течь круглые сутки, ну и тогда вы сами знаете, сотни разных вопросов подобного рода. Если даже 20% мы сэкономим, вы представьте себе, это более 7 миллиардов рублей денег, это можно очень многие проблемы, о которых мы сегодня вот говорили, и будем говорить, которые можно было решить очень быстро в области, в том числе в городе Сызрани. Очень быстро. Ну и тут не только, конечно, сфера ЖКХ, есть и другие направления работы, и не только. По всем направлениям одна из задач, конечно, это повышать эффективность, более экономно и бережно относиться к тем ресурсам, которыми мы сегодня располагаем. А, к сожалению, тоже я хочу сказать Сызранцам, что располагаем ресурсами мы не столь большими. Когда-то мы, условно, 15-20 лет назад, Самарская область имела ресурсов намного больше. Ресурсов я имею денег для того, чтобы решать проблемы. У нас в бюджете коэффициент по сравнению с соседями нашими бюджетной обеспеченности на одного человека был 1,6-1,7, даже 15 лет назад, даже чуть выше, почти в два раза больше, чем у наших соседей. То сегодня по деньгам, то, что мы имеем в нашем бюджете, областном консолиерам, в том числе Сызрань, коэффициент единица, чуть даже меньше единицы, это мы выровнялись со всеми с другими. Выровнялись, а многих вопросов не решили. То есть деньги имеем те же, а ряд регионов решили принципиальные, фундаментальные вещи, которые уже не нужно тратить туда деньги, а мы их не решили. И придется нам в условиях уже достаточно жесткого денежного дефицита так или иначе продвигаться, потому что иначе просто другого пути нет. Я уже сегодня говорил, что если вот та же, которая нам читала всем лекцию, активно, молодая женщина, там, если в Татарстане, если практически в каждом районном центре ледовый дворец и бассейн, новый ледовый дворец и бассейн, то Сызрань, третий город в Самаре, этого не имеет полного. Ну, торговых центров и там много. Мы, власть должна думать вот о том, что человеку дать для того, чтобы он, скажем, гармонично развивался. И, надо сказать, не только, к сожалению, Сызрань этого не имеет, этого и не имеет, практически не имела Самара. Самаре был построен 46 лет назад, последний. И вот в феврале месяце открыт очередной. А в Казани, в городе Казани, их 17. Вот примерно какая разница. Ну и я могу тоже сказать, там, Казань это все-таки Казань, а вот Саранск совсем недалеко от Сызрани, там тоже пять в городе построены за последние шесть лет. Пять ледовых дворцов, и не иметь... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ